На этих кадрах железнодорожная станция Химки. Такой ее знают жители округа не одно десятилетие. Однако уже скоро привычный облик остановочного пункта будет лишь воспоминанием. Станция Химки войдет в третий московский центральный диаметр. Новая инфраструктура будет включать навесы от осадков и наземные пешеходные переходы с лифтами для маломобильных граждан. Помимо станции Химки в состав МЦД-3 войдут и другие железнодорожные платформы городского округа – Левобережная, Подресково, Сходня, Ферсановка. Все они также будут модернизированы. Будут запущены поезда нового формата, такие как ходят на МЦК и на других центральных диаметрах. Более современные, оснащенные розетками для зарядки телефонов и так далее. Ну, в общем, всеми теми новшествами, которые на сегодняшний день есть. Строятся два дополнительных пути, пятый и шестой, но они будут использоваться не только для МЦД, но также и для высокоскоростной магистрали от Москвы в Санкт-Петербург. Одно из главных отличий МЦД-3 – интервал движения поездов, который сократится в среднем до пяти минут, почти как у московского метрополитена. Эксперты считают, что пассажиры будут тратить меньше времени в пути на 30-40%. По словам пенсионерки Людмилы Коржук, экономия времени в дороге – это большой плюс для ее семьи. Время сократится, значит, больше будет свободного времени. Вот у меня дочка приедет с работы, и будет время ей приготовить и позаниматься с детьми. Так что это очень удобно, большой плюс. Того же мнения придерживается Иван Гришечкин. Я надеюсь, что МЦД-3 откроется как можно быстрее, чтобы я смог быстрее добираться до работы и быстрее возвращаться домой. Очень жду открытия. А вот Яна Кривоносова ездит на работу в Химке из Зеленограда, который является отправной точкой МЦД-3. Теперь на работу будет удобно добираться, плюс новая платформа. То есть вообще у нас хорошо, потому что всегда развитие идет. Инициатива включить все химкинские железнодорожные станции в состав МЦД-3 принадлежит жителям. Идею поддержали городские депутаты. Я очень рада, что МЦД-3 пройдет через городской округ Химки. Об этом неоднократно просили жители городского округа. Их инициативу поддержали и глава Дмитрий Волошин, и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мы очень надеемся, что буквально через год жители смогут добираться до центра Москвы с комфортом до 20 минут. Всего в состав МЦД-3 войдут более 30 станций с конечной остановкой в Раменском. Без пересадок можно будет добраться не только до центра Москвы, а также до юго-восточной части Московской области. Сегодня уже начали проводить работы на станции Химки. На подходе модернизация Левобережной. Там предстоит масштабная реконструкция. Станцию временно придется закрыть. Но по просьбе жителей сделают это не в марте, а позже, когда начнутся самые активные работы. Каждый день станции на левом берегу пользуются около 3000 химчан. На время закрытия запустят бесплатные компенсационные автобусы. В часы пик транспорт будет курсировать каждые 10 минут в сторону метро Ховрина и каждые 20 минут в сторону станции Химки. Стоит отметить, что станция Левобережная была включена в проект МЦД-3 в самый последний момент. Благодаря вмешательству губернатора Московской области и главе станция Левобережная тоже войдет в список станций, на которых будут останавливаться поезда МЦД-3. В конце 2022 года планируют начать реконструкцию на станциях Сходня, Ферсановка и Подресково. Запустят МЦД-3 в Химках до 2024 года. Субтитры создавал DimaTorzok